Гала Дали. Настоящее имя Елена Деловинова-Дьяконова. Известно как жена поэта Поли Элюара, который придумал ей имя Гала, что в переводе звучит как праздник. Любовница художника-сериалиста Макса Эрнеста. Муза и жена художника Сальвадора Дали, изобразившего ее на нескольких своих полотнах. Она не блистала красотой. У нее было обычное лицо с темными, маленькими, близко посаженными глазками, тонкие губы, всегда ярко накрашенные. Но была в ней какая-то особая притягательность, сводившая с ума мужчин. Галу не любили женщины, но этот факт не волновал ее вообще. Ей не нужны были подруги, зато мужчины преклонялись перед ней, как перед божеством. Она тоже их любила, зачастую даже не одного, а нескольких сразу. Сальвадор Дали всегда говорил, что львиная доля его популярности принадлежит Гале, что именно она вдохновила его на написание самых известных полотен. Сальвадор Дали мог бы не состояться, если бы не Гала. Они были больше, чем супругами, чем художником и его моделью. По мнению французского поэта Андре Бритона, Сальвадор и Гала были двумя полушариями одного мозга. Она стала его матерью, любовницей и другом, той самой великой женщиной, которая стоит за каждым великим мужчиной. Можно действительно быть на полшага позади, выглядеть послушной и исполняющей волю, любые желания, капризы. Растворяться в любимом человеке, в его жизни, подчинить свою жизнь ему. Но при этом он ежесекундно должен помнить, что это не вечно, что такое подчинение и послушание он должен заслужить, что твои желания и даже капризы куда важнее его капризов. И все в его жизни может происходить только с твоего согласия. Боже мой, но почему женщина должна оправдываться за то, что желает быть красивой, ухоженной, со вкусом одетой и отменно пахнущей? Разве это не должно быть присуще настоящей женщине? Разве обязательно выглядеть рабочей лошадью или несчастной серой рабыней, чтобы иметь репутацию достойной Матроны? Это великое умение, жить своей жизнью, подстраиваясь только под одного единственного. Но этот единственный должен быть гением, просто гением. Но для новой жизни нужно отказаться от старой, оставить ее позади, не цепляться, не сожалеть о прошлом. При постоянной привязке к прошлому, не может быть будущего. Нужно немысленно наделять очаровавшего тебя человека какими-то качествами, а развивать их, делать свою любовь самой. Во всем в жизни есть смысл, даже в бессмыслице, потому что бессмыслица ведь такова, только в точке зрения здравого смысла. Право древние греки, твердившее, что лучшая месть, отсутствие всякой мести, полное невнимание бьет куда сильней, чем самые горячие и злые ответы. Любовь не птицы, феникс, из пепла не возрождается. Уверенной в себе можно быть двояко, либо от полной глупости, либо от ума, начитанности, образованности. Чтобы услышали, увидели, обратили внимание, требуется скандал. Чем ярче, чем громче, тем лучше. Мы не расстались. Мы просто стали жить на разных гранях многогранной жизни. Я не хочу и не собираюсь исправлять ничего в предыдущих жизнях, не намерена оправдываться. Я жила так, как жила. Может, кому-то и не нравится, но это моя жизнь. А каждый осуждающий пусть представит, что его также судят другие. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подпишитесь на канал.